Вы, Рыба, говорите про речи, которые существуют между светскими властями, между нашей святой землей. И в связи с этим у меня возникает такая дилемма и вопрос одновременно, что с одной стороны, да, они открыто не соблюдают многие вещи и предлагают даже не соблюдать, как вы указали. А с другой стороны, мы им предлагаем какие-то уступки идти в их светской политике, да, и в частности, не проводить в шаббат фестиваль. Но нет ли в этом определенного парадоксального бессмыслица, да, какой-то, потому что, да, они, может, пойдут в пятный какой-нибудь в шаббат, да, этот или в другой шаббат, но в целом их политика останется светской, то есть кардинально мы не добьемся ни шаббата, ни ничего. То есть в этом есть сложно. Я объясню одну вещь. Вы правы в вашем вопросе. И что, если можно было бы всех вернуть, кто они, к шаббату, гораздо лучше. Конечно, однако есть страшная сила, когда это становится официально израильским, так сказать, видом городов. Есть многие люди, которые, то, что вообще в Израиле нет общественного транспорта, у них это знак, что их шаббат, поэтому они не спускаются на светского образа жизни. А когда это, например, случается вседозволенным, тем более, это история с эрвизионом, это страшная вещь. Почему? Есть многие люди, которые, соответственно, нерелигиозные, но они не чужды этим удовольствием, скажем так. Я наблюдал как-то такую очень мне поразившую картину. Это было 31 год тому назад. Был какой-то матч, какой-то баскетбольный или футбольный шаббат. И мне, я находился в Байдвагане, там, наверное, было односрочное дело. Обосвязывался со мной, автором книги «Шмаршамарский лхота». И там, ну, Жиквын, наверное, надо было, думаю, еврея взять, не еврея, который бы там сидел на дежурстве на этих дел, отвезти его куда-то, там была просто опасность для жизни для кого-то. Вот мы с этим человеком пришли к этому вот не еврею, который там был на работе. Его снижали просто в районе, что если он необходим, то он мог поехать, сделать и так далее, и так далее. Мы там нашли, знаете что, его, у меня была комната. Ну, это какой-то человеческий ситуация, это не... Это был телевизор. То есть, телевизор сидел парень в кипе и смотрел этот матч. Со мной тогда пошел сын Равноберт, он сказал этому Гой, что папа не разрешает такие вещи. Он его выключил. Эта картина меня просто поразила. Кто знает, сколько евреев, не дай бог, могут нарушить шаббат, чтобы не оторваться от этого ревизиона. Знаете, поэтому все, любое массовое, официальное, что не шаббата, это причина катастрофы. Думаю, что одна из причин тяжелейшего отхода восточных евреев, молодежи от Торы, было то, что израильская футбольная лига проводит матчи в шаббат. Это была одна из тяжелейших причин, которые ему способствовали. Поэтому это очень важная борьба. И, конечно, эта борьба ведется по расставлению нашей великих мудрецов Торы, это не просто какие-то политики ее ведут. Но это очень тяжелая, большая борьба. Я бы сказал, более того, когда-то Рапшах утверждал, что тот-то не участвовал в выборах, считая, что надо их выбор, так сказать, байкотировать, он даст ответ за это, его обвинят в мире грядущем, что он не протестовал противонарушения шаббата в Иллате. Решили меня сразу, чтобы пришел на Кастомащиях и чтобы мы спасены от этой ситуации, но пока он еще не пришел, он мог еще успеть сделать нам самим. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok